Вернуть часть отпускных вынуждены 30 сотрудников столичного дома престарелых и инвалидов. Из-за сбоя в расчетной системе они получили повышенные выплаты. Руководство учреждения требует вернуть средства до конца года. В проблеме разбиралась Алия Жамитова. Впервые за много лет сотрудники столичного дома престарелых получили достойные отпускные выплаты и начислили в двойном размере. Однако радоваться пришлось недолго. Работодатель уверяет, что произошла ошибка и требует вернуть часть денег до конца года. С февраля месяца, в сентябре нам сказали, что теперь будут с нас высчитывать отпускные, что неправильно нам начислили отпускные. Я получила 117, теперь с меня высчитывают 54. Я лишние, 54 тысячи я лишние получила. Сегодня в доме престарелых проживает почти 300 человек. Обслуживает их порядка 200 сотрудников. Это медицинские и социальные работники. При начислении отпускных 30 из них произошел сбой в системе. Но проверить правильность начисления выплат в ручном режиме бухгалтеры так и не удосужились. Я не оправдываю сотрудников бухгалтерского учета. Они не проверили сразу, в ручной форме не проверили. Сейчас произошла проверка и в рамках заработной платы начисляется правильно. В марте-апреле мы работали в режиме карантина. Мы работали здесь, жили в учреждении 45 дней. И сотрудники бухгалтерии работали онлайн. Затем у нас в июле месяце произошло слияние двух коллективов. Программа новая пошла. В общей сложности новая система, которую внедрили здесь полгода назад, ошиблась почти на миллион тенге. Именно столько теперь должны учреждению его работники. Между тем люди уже начали возвращать часть выплат. Пока же в отделе бухгалтерии дома престарелых проводится внутренняя проверка. К лицам, допустившим такую грубую ошибку, будут применены самые строгие меры. Компания же, занимавшаяся внедрением новой расчетной программы, уже направлена претензия. Алья Жамитова, Навразбазаров, Хабар-24.